Ну и вот снова российско-казахстанский форум. На этот раз стратегические партнеры встречались в Челябинске. Они поговорили о делах насущных и немного о личном. Назарбаев, например, вспомнил, как в этом же городе они вместе с Путиным пили однажды пиво. Вообще же беседа была очень обстоятельной. Все видел и слышал наш корреспондент Максим Красоткин. В цеху, где делают электродвигатели, в этот раз движение в сторону человеческого капитала. Это основная тема форума и соответствующей выставки. Экспозиция на промплощадке показывает достижения челябинцев с древних времен и до наших дней. От мотыги до трактора. Президенты Путин и Назарбаев задерживаются у стенда с находками археологов, сделанными на месте древнего города Аркаим. 21 век до нашей эры. Некоторые считают, что отсюда произошло потом несколько исходов этих людей. Частично в Индию, частично в Иран, частично в Западную Европу. Отсюда родились арии. Когда в известной стране говорили об арийцах, арийцы вот отсюда происходили. Назарбаев об этом, может, не знал. А если и знал, то все равно восхитился. Вы лучший экскурсовод Владимир Владимирович. Тут же президент Казахстана признался челябинскому как родной. Еще в молодости он набирался тут профессионального и жизненного опыта. Заодно вспомнил, как вместе с российским лидером решили 12 лет назад проводить этот форум сотрудничества. Именно здесь мы договорились, что мы будем каждый год проводить межрегиональные форумы. В прошлый раз. Потому что мы на улице где-то пиво пили. В 2005 году Владимир Путин и Нурсултан Азарбаев, гуляя по улице Кирова, челябинскому Арбату, зашли пропустить по кружечке. Теперь в этом баре они на первой странице книги почетных гостей. Здесь, вы видите, они пьют светлое пиво. Забежали буквально так по кружечке, без закусок. Теперь посетители заведения просят налить им того самого путинского пива. Правда, в основном это местные жители туристов. Челябинске немного, а все-таки промышленный центр. Но именно здесь, среди прочего, говорили о развитии индустрии путешествий. Нурсултан Азарбаев признался, сам не прочь полюбоваться красотами России. Посмотрели уже Демираты, посмотрели Турцию. А здесь были интересные. Я, например, все время мечтаю побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке. Никак не получается. Они очень интересные. И Байкал. Конечно, Санкт-Петербург, Москва, само слепое. Поэтому я уже агитирую, видите, казахстанцев идти туристами в Россию. Ну, а перед этой встречей Владимир Путин далеко не с туристическими целями посетил Челябинский компрессорный завод. Смотрел новый цех, построенный в рекордно короткие сроки. За полтора года построили, здорово. Ну, и такое современное очень, востребованное продукции на рынке. Вы, кстати, поздравили начальника. У него день рождения вот так что. Тут выпускают машины, аналогов которым не найти. Например, взрывозащищенный компрессор для угольных шахт. Абсолютно безопасный для работы на глубинах, где есть метан. Вообще, этот завод лидер отрасли. Его продукция востребована там, где нужен воздух под давлением. То есть везде. Например, при бурении скважин для работы станков и прессов. Ну и на стройках, конечно, где используют отбойные молотки. Дизельный компрессор. Вот таких машин сегодня 15 штук работают на Керченском мосту. Часть из них с этим двигателем, а часть с двигателем Дойц. Это российский двигатель Ярославский. Привод перфораторов, отбойных молотков. В отличие от импортных, челябинские агрегаты способны работать в суровых условиях Крайнего Севера. Вот этот компрессор может работать при температуре до минус 40 градусов. Его ставят на российские тепловозы. Это часть их тормозной системы. А недавно больше десятка таких закупила Куба. Правда, зачем на острове Свободы морозоустойчивый компрессор, непонятно. Но ведь его надежность заключается не только в температурных режимах. А вот этот агрегат давно используется в электричках «Ласточка», который курсирует по московскому центральному кольцу. Благодаря ему тормозят электропоезда, но набирает темпы российская экономика. Рабочие, которые все это создают, общались с президентом не только об экономике. Простые человеческие проблемы. Отставки по ипотеке до экологии спорта. Один из вопросов – допинговый скандал. Ответ – спорт все-таки часть политики. И не по вине России. Олимпиада должна, в Кенчане, когда пройдет? В феврале, да? А выбор у нас, когда президентский, в марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку, вызвать недовольство любителей спорта, спортсменов, тем, что якобы государство было причастным к этим нарушениям. И за это вот оно отвечает. Жители Челябинска не могли не спросить президента и о метеорите. Вопрос вроде и кажется смешным, а ведь в 2013-м ударная волна от падения небесного тела разрушила цех подобного завода. Меня зовут Антон, я оператор ЧПУ Станка. Хотел бы узнать, четыре года назад у нас упал метеорит. Вы знаете, наверное, об этом. И хотел бы узнать, существует ли вообще... Привидится ли еще подъем? Это сложный вопрос. Но ведь даже то событие, которое произошло у вас, оно же не было просчитано, по сути. Но хотя сегодня специалисты стараются высчитывать траекторию наиболее опасных объектов, существуют самые разные способы защиты. Они пока на уровне фантастики, но тем не менее существуют. Правда, в Челябинске Владимир Путин уделил больше внимания земным проблемам. Из-за плотного графика пройти по городу с казахстанским коллегой не смог. Хотя в том самом пабе их на всякий случай ждали. Максим Красоткин, Александр Александров, Андрей Аникеев, Александр Зазуля. Программа «Вместе».